Кто привык за победу бороться, с нами вместе пускай пропоёт. Кто весел, тот смеётся, кто хочет, тот добьётся, кто ищет, тот всегда найдёт. Однако здравствуйте. Я до этого выпустил видосик, посвящённый женщине, у которых на носу там опухоль. И вот и так, и сяк, там что-то разбирали, разбирали, то и сё. Хотя, хотя, я до этого попросил. Для того, чтобы составить какое-то мнение о человеке, составить мнение о, можно так сказать, предстоящем лечении, медицина собирает информацию об этом человеке. А именно, причём надо собирать эту информацию с самого начала. Не то, что он пришёл и вот у него на носу там какая-то болячка, которая больше всего беспокоит. А что было до этого причиной? И поэтому с самого детства необходимо расспросить человека, чем он болел, что он перенёс, как он лечился, что он там пробовал. Создаётся мнение. Что помогало, что не помогало, что продолжало поддерживать развитие этого заболевания. И тогда уже можно, можно что-то использовать. Какие потрясения были, это эмоционально, это тоже всё влияет на здоровье. Поэтому и причины этих потрясений, для того, чтобы показать человеку, смотри, вот ты эмоционируешь, то есть ты раздражаешься, ты переживаешь. Вот такие вот ситуации. Поэтому как их надо проходить для того, чтобы ты, по крайней мере, своим там раздражением, гневом, депрессией и иными эмоциональными состояниями себе не вредил. Чтобы ты понимал, вот всё я говорил, 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 значит люди обычно считают это каким-то второстепенным. Так, знаете, голубым по Европам там пробежались и всё. Начну, я сделал видосик и его отложил. Ну я, наверное, выложу этот видос, там более подробно я разбираю. То есть я хочу следующее сказать, что для того, чтобы произошло какое-то серьёзное заболевание у человека, то надо создать в первую очередь условия. И вот эти вот условия, особенно для того, чтобы онкология появилась, они создаются с помощью запорол. То есть человек, не подозревая сам того, что он есть, как он ведёт себя, у него появляются запоры, которые длятся десятилетиями, не годами, а десятилетиями, образуют вот эту гнилостную среду в организме человека, ну как на свалке. Была, знаете, чистая земля, поле было, всё там, твои, грубо говоря, кузнечики скакали, травка росла и прочее, прочее. Решили сделать свалку. То есть в организме человека решили сделать свалку. Я аналогично вам рассказываю. Посвозили разного рода мусор. Мусор этот начал гнить. Появились неприятные запахи. Значит, исчезла травка, исчезли кузнечики, появились тараканы. Значит, вот эта вот вонь, появились там крысы и прочая живность, которая не была до этого на этом лужку, будем говорить, на этом поле. Сразу терять в этом организме, когда он чистенький, ничего там не было такого. И вот, пожалуйста. И начинают появляться там и герпес, и гепатит, и молочница, и прочее, прочее, прочее. И там микробы, паразиты. Естественно, ничего это не убирается. И они начинают, вот будем говорить, свое как бы эволюционное развитие. За тараканами появляются там мыши, за мышами там появляются крысы. За крысами там появляются уже там разного рода там типа собаки какие-то бродячие там, что-то там такое. Ну, короче, ужас. То есть потихонечку вот это все растет, перерастает из одной, так сказать, стадии в другую. Так точно и в организме. Вроде бы бактерии, ну, что там бактерии, маленькая бактерия. Но она размножаясь, образует колонию. Эти колонии потихонечку уже начинают образовывать совершенно иные, живые, как бы сказать, конгломераты, представительства. То есть уже дело идет к тому, чтобы образовалась опухоль. С чего же она? Она же с одной клеточки все это дело начинается. Точно так же и онкология начинается с самого там чего-то там такого простого. И пошло-поехало, закрепилось. Надо вот эту вот цепочку всю понять, исследовать для себя. И понимать, как ее надо оборвать. Если же мы с вами не хотим понимать вот эту вот цепочку причинно-следственную связь, сразу будем непосредственно воздействовать на то, что уже мешает жить. Ну, в данном случае, допустим, опухоль в области носа. Вот это именно тревожит остальное. С остальным можно жить, с остальным можно, знаете, мириться. И пытаться на это все воздействовать, то толку особого не будет. Потому что вся основа грязная, и на ней, то есть в грязном организме невозможно исцеление. Пытаются что-то сделать, а толку мало. Толку просто-напросто никакого нет. Да, что-то можно там, знаете, уже вот когда не понимают вот эту причинно-следственную связь, как это все работает, то есть развитие вот этого механизма болезни. Либо его просто-напросто игнорируют, то уже начинают чем пользоваться? Начинают пользоваться просто, знаете, хирургией. Хирургия – это именно вот в хронических болезнях, это показатель того, что не знают, как лечить, и пытаются этой болезнью уже отделаться. Да, мы вот эту часть, эту больную часть вырежем, вырежем, и якобы, якобы на этом все и остановится. Ну, как говорится, остановится, остановится. Но не тут-то все было. Возникают рецидивы, что прежде чем мы начнем оздоровление свое собственное, там, лечение, важно исследовать самого себя, понять причины своего нездоровья. И вот на эти причины уже воздействовать. А не то, что мы сейчас будем там скальпелем вырезать опухоль, либо какими-то там непосредственно ядами травить вот эту вот опухоль. А что в конце концов получим? Ну да, могут быть положительные последствия всего этого. Но дальше вот в этом же грязном организме ничего толком не будет. Все вернется назад. И вот как раз мне прислали такое видео, якобы альтернативная медицина. Альтернативная медицина возникает в таком понятии в головах о тех, кто вообще не знаком вот с этими вещами, о которых я только что рассказал. Процесс исцеления организма, он один, который приводит к этому. И важно понимать, на что необходимо обратить внимание для того, чтобы получить желаемое. Ну давайте послушаем, а я еще потом еще покомментирую это все. Мне ставят диагноз псориаз и псориатический артрит. Гормоны не помогают, ничего не помогает. Ну такая стандартная терапия первичная, там противовоспалительные препараты. И они такие как бы, ну все, получали инвалидность. Потом на цитостатиках посидишь, когда они перестанут тебе помогать. Мы тебя переведем на типа иммуносупрессоры, они дороже стоят, они действуют точечно. Там один укол 300 тысяч стоит. Я их послушала, как бы такая говорю, ну типа все, нет, я не буду получать инвалидность, я не буду пить цитостатики. То есть я как бы пошла в альтернативную медицину. Я села на голодание. Стала делать чистку по огонян. Все эти клизмы, отвары. Неделю я была на этой чистке. И на три дня ушла на сухое голодание. И получается вот 10 дней я встала. Все воспаление прошло, суставы прошли, и я встала. И я такая, офигеть. Ну типа, как это работает. Ну что, мы прослушали, как это работает. Итак, давайте немножечко подробнее. Вернее, я прокомментирую вот это все. Слушайте внимательно мои комментарии. С учетом того, что я до этого вам сказал. Мне ставят диагноз псориаз и псориатический артрит. Гормоны не помогают. Вопрос. Самый первый вопрос. А с чего все это началось? Вот для того, чтобы понять, как лечить и как помочь в данном случае человеку, ну надо хотя бы расспросить опять-таки, с чего все началось? Чем вы болели? Что у вас там было? Что у вас там такое? Чтобы составить мнение. То есть все начинается с причины, далее идет следствие. Не все же сразу так, а бах! И вот возник этот псориаз, ни с того ни с чего. То есть все имеет свою какую-то причину. И важно это понимать. Что видите, тут и артриты, и все. То есть человек чем-то переболел. У него уже в организме созрели условия для того, чтобы это возникло. И вместо того, чтобы все это как-то, знаете, понять и начать разгребать вот эту всю, вот эту вот ситуацию. Значит, что тут еще у нас назначается? У нас назначается. Гормоны не помогают, ничего не помогает. Ну такая стандартная терапия. Смотрите, гормоны, сразу гормоны и так далее, и тому подобное. Попытка лечить организм, который превращен в свалку, в мусорную свалку. Там созрели все условия для вот этого. И наведение порядка в организме, а именно, чтобы убрать эту свалку. То есть банально очистить организм и лишить болезни вот этих вот условий, ничего не предпринимается. Мы будем просто-напросто заглушать с помощью вот всего вот этого, о чем вот она и рассказывает. Стандартная терапия первичная, там противовоспалительные препараты. И они такие, как бы, ну, все, получали инвалидность. Потом на цитостатиках посидишь, когда они перестанут тебе помогать. Мы тебя переведем на, типа, иммуносупрессоры. Они дороже стоят, они действуют точечно. Там один укол 300 тысяч стоит. Я их послушала, как бы, и такая, говорю, ну, типа, все, нет, я не буду получать инвалидность. Ну вот такое лечение, как бы, да что там, укол там 300 тысяч. Ну, немножечко не в этом дело. А дело в том, что пытаются провести какие-то манипуляции в организме человека, не считаясь тем, что он сам собой представляет. То есть, когда появляется вот примерно такое заболевание, то, видите, тут опять-таки ничего не говорится, а были ли запоры, а была еще там какая-то инфекционная, ну, грубо говоря, там, были ли молочница, были ли еще какие-то там заболевания горла, инфекция зубов, то еще какая-то инфекция, можно мочеполовая или еще-еще. Об этом не слово речи, а именно вот это все создает вот эти условия для того, чтобы потом вспыхнула вот такая вот вещь, и более того, с суставами все это пошло. То есть, организм должен быть очень сильно зашлакован, чтобы возникло нечто такое. И человеку, вместо того, чтобы это все как-то понять, рассказать, донести до него, на чем должно основываться, мы говорим, его возвращение здоровья, это молодая женщина, но не может в таком возрасте возникать каких-то таких серьезных заболеваний. Просто так. Там должно быть какие-то нарушения в организме, которые возникли в основном из-за зашлаковки. Нет, я не буду получать инвалидность, я не буду пить цитостатики. То есть, я как бы пошла в альтернативную медицину, я села на голодание. Стала делать чистку по огням. Вот смотрите, что может, так сказать, радикально помочь, в первую очередь, ликвидировать все условия, которые провоцируют возникновение вот этих заболеваний, особенно связанных с кожей, там, с суставами. Это прежде всего очистка организма и нормализация выделительной системы. Самое первое. И оно сразу же будет приносить результаты. Ну, давайте еще разочек это все послушаем. Для того, чтобы это лучше вошло, значит, пошла на голодание, да? Ну, альтернативную медицину, еще разок я хочу сказать. Нету никакой ни альтернативной медицины, ни народной медицины, ни официальной медицины. Есть понятие, как вернуть здоровье, опираясь, прежде всего, на работу, на знание, как работает организм человека, как он должен работать. А для того, чтобы вот это узнать, как раз мы вот это и опрашиваем. Что ты делал такого, что твой организм перестал нормально работать, и он стал вот так вот коптить в виде псориаза, в виде того, в виде сего? О, еще разочек, слухаем все это дело. Я села на голодание, стала делать чистку по огням, все эти клизмы, отвары. Неделю я была на этой чистке, и на три дня ушла на сухое голодание. И получается, вот 10 дней я встала. Успаление прошло, суставы прошли, и я встала. И я такая, офигеть, ну, типа, как это работает? Так вот, как теперь? А теперь вернемся к вот этому. А как это работает? А работает... Тут просто уже, как бы сказать, сказано, что лечили теми, 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 и обещают только инвалидность. И при этом еще высосать из человека все деньги. Это совсем другая область, вообще кошмарная, короче. Когда тебя лечат за твои деньги, вместо того, чтобы тебя вылечат, тебя просто-напросто ведут к инвалидности. Вот так вот. Так вот, как это работает? Как это работает? Это работает так, что вот та основа в организме, загрязнение, в первую очередь, та свалка, которая возникла. А тут ничего не сказано. Почему у нее возникла свалка в организме? Вот это все убираем, то есть мы очищаем организм. И лучше всего, оказывается, очищает организм. Это клизмы нормализуют вот именно тот основной канал, по которому идет очистка организма. Через кишечник раз. Далее, голодание, оно еще создает условия для того, чтобы быстрее все это выводилось из организма, если правильно делать. Плюс никаких сухих голоданий там не делайте. Вы не понимаете механизма ни сухого, ни мокрого, ни еще какого-то там голодания. И все это у вас в голове сплошной. Вы просто голодаете на водичке, создавая тем самым условия для скорейшего расшлаковки вашего организма. Все, больше там ничего, не надо там что-то там придумывать. И такой сразу же результат. Боли уменьшаются, кожа становится чиста, пожалуйста. И для человека это, конечно, вот какое-то открытие. Я с этим открытием, это вот сейчас покажется, 24-й год. С этим вообще открытием люди были знакомы очень давно. Я когда начал очищаться, это был 1983-84 год, когда я еще и печеночку очистил. Тогда дело еще быстрее идет. То есть чистим толстый кишечник, чистим печеночку. Вот, можем поголодать, это еще лучше. И закрепляем все питанием. Здесь, видите, не сказано ни о питании, ни о том, что было. И если человек вот это вот сделал, и не понимает, от чего это у него возникло. Ну, вот это сделал, да и все. И думают, ну и дальше я вот, как бы сказать, она сработала нормально, все хорошо. Я, как раньше я питался, буду питаться. Опять будет наживать там, грубо говоря, зашлаковку в организме потихонечку. Буду так же эмоционально себя вести, не понимая, к чему это приводит. То есть образ жизни, ну там еще, допустим, сигаретки, кофеечек и еще там что-нибудь там-то такое. То все вернется на круги своя. Вот как это работает, я так вам кратенько сказал. Еще разок повторю. Для того, чтобы понять, как самому себе помочь, что мы делаем. Сначала вспоминаем все свои болезни, вспоминаем все свои привычки, которые привели, допустим, к той же шлаковке. Ну, допустим, люди любят там сладкое, люди там любят булочки, грубо говоря, кофе там с разными там пирожными и так далее. Что у них возникли запоры, что у них потом возникло вот такие заболевания, что у них еще что-то возникло, еще что-то возникло. И именно поняв это, надо изменить свой образ жизни, чтобы в дальнейшем вы не делали ни голодание, ни клизм, ни чистки печени, а все это решали с помощью питания, движения и правильной работы своего сознания. И у вас будет красивая кожа, вы будете здоровы, ну и процветать. То есть вот так это работает, вот так, и не иначе.